Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Блазвимос, и честно, я не знаю, завершим ли мы сегодня игру. Я вот записываю второй выпуск подряд. Сейчас я пойду туда, на завершение, хотя бы посмотрим, потыкаемся. Может быть, какой-то там будет сложный босс, может быть, сейчас много сюжетных диалогов, вообще без понятия. Диамбулатория и его святейшество. Собственно, надо бы сходить туда. Если были подсказки под прошлым видео, сорян, я не видела, я решила все-таки завершить. Вот, вроде как мы все сделали. Вот то, что я должна была. Вроде ничего не пропустила, но если что, сорян, и еще будем возвращаться в игру. Красиво. Так вот, еще задний план такой. Горы. Безнадега, знаете, лютая. Вот вроде, видишь, такое достаточно богатое убранство, но при этом какая-то лютая безнадега все равно. Красивенько. Сейчас посмотрим, посмотрим. Интересно, что тут будет. А что там сверху, как будто кто-то сидит. Да? Над дверями. Над аркой. Ладно. А? Пепел или снег? Скорее, снег. А может, Кай? В снах своих я слышал от приближения твоих шагов. В снах своих пытался говорить с тобой и сказать тебе имя мое. Храните чудо и знамя чудо. С нестерпимой болью несу я символ отца. Я руки с окровавленной кожей. Я глаза, о коиме зрит мать наша. Но о тебе мне ничего не ведомо, кроме лика твоего холодного и безымянного. Кроме твоих мозолистых израненных дланий. Кроме стонов смертей твоих. Нет. Я ничего о тебе не ведаю. Ведает лишь чудо. Ой-ой. Ой-ой. Так скрестится же мечтовый, исполненный вины со золотым мечом моим. Пусть несут боли и выполнят процессию. Проклинаю имя твое в веки веков. Смерть и благословляю тебя во веки веков. Какой-то охреневший мужик. Так, его святейчество Эскрибар. Что будет происходить? Уи-и-и, уи-и. Так, стопэ. Надо в него отражать его же магию. Есть. А он какой-то слабенький, но больно бьет. Да подожди. Да подожди. Ни хрена же не получается быстро Да чтоб тебя Так, стопэ Чё за жёлтая Успела вроде Зелёная? Фиолетовая? Окей Фиолетовая, надо просто подраться Ух ты Так, это первая фаза? Ты разбил зеркало, в коем узрел меня спящим И теперь видишь меня как сына истинного чуда Сейчас начнётся, наверное, самый основной бой Поэтому он был таким слабеньким, да? Хотя тоже умудрился меня достаточно побить Ну, я как бы не подготов... Ой, какая большая фигня Последний сын чуда Так, ясно, понятно Не, давай без этого Тихо-тихо-тихо-тихо Парень, успокойся Каким-то, ничего меня ещё бить пытается Чё происходит-то? Почему он не умер? Подождите, подождите, подождите Я так быстро! Я не успеваю так быстро соображать Вы же знаете А, вон, рожа открылась Мне вообще прыгать надо успевать А, вон, рожаAy Ладно, пока выучишься атаки плюс-минус. Ну, конечно, такое. Давай. Ну, хилиться мне нечем. За мной гоняется смотреть. Тихо, 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 тихо. Ах ты, говнюк. Ну, ладно. Вроде, кстати, не так сложно. Вон он открылся. Ай, он меня убил. Хотя, кстати, я его вполне себе могла даже добить. Очень стараюсь жить, ребят. Ах! Смак! На один удар жестовый слон. На один удар. Ну, все. Иди сюда. Пускай в меня он стреляет. Пошел он нафиг. Просто, просто раж. Это благодаря Тиэнте. Я, я, я делаю это. Потому что мне надоело, что меня босса унижают. Хотя бы иногда. Уязвимость, она прям роляет. Очень сильно. Даже на коротенькое время. Так. Зелененькое. На. Себе. Так. Не уязвимся, пожалуйста. Чтобы было пофиг, что меня бьет. Главное убить. Ну вот. Треть жизни снесли. По мне так это классно. Закошмарим этот паскудный меч. Живем. Мерзкий, да? Такой мерзкий. Давай. Давай. На выше, выше. Давай выше. Ну ладно. Хотя бы так. Но от огня у меня хорошая защита. Что он меня боится, да? Будто улетать стал чаще. Тихо. Тихо. Я тебе дам меня повыносить тут. У-у-у-у-у. Я что, три сразу применила? Ну ладно. У меня чуть меньше попыток выжить. Ой, что-то я его телепортировала, да? Так. Ну, тут ничего не поделаешь. Конечно, не сильно удачный. Получилась комбинация. А вовремя, да? Все убил меня, зараза. Где-то там шляется. Давай. Спаунь. Все. Помри. Нет. Да. Успела. Окей. Это, конечно, было не сильно аккуратно, но... Тем не менее. О, это что за... Мир. Мир. Да? Мир. Сумма была своими. Достижение. Победите его святечество. Это эскребара. Сумма бласфемия. А что значит сумма? Хе-хе-хе. Прикольно. 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 Я побили. Я побили, Бося. Ух ты. Ну-о-о. Привет. Ты избавил его святечество от его болезненных мук, и теперь идет он с древней процессией по ту сторону сна. Колыбель прескорбного чуда, последняя реликвия, Грааль, с кровью и златом, испущенный челом отца, когда он молчаливо стенал свои благословенные муки. Первая реликвия сия находится здесь, на вершине Пепельной горы, рену с преображенным престолом, где его святечество обрел поцелуй чудесной боли. И теперь тебя ждет окончательное единение с чудом. Только ты можешь узнать, много ли от него просочилось в твое виновное сердце. То бишь, тебя ждет единение с чудом изначально. И все. Ух ты, блин. Какая-то тяжелая, да, гора для поднимания. Интересно, что это за концовка. Что она мне скажет. И скажет ли что-то. Мы вообще куда-то скрываемся из виду. Прыгать могу немножко. Путь недостойного. Спасибо. Откройте концовку В. Гора пепла, что поглотила грехи, а равные грешников не пощадила и тебя. Ммм. То есть она меня поглотила. Во власти чуда ты был, и во власти чуда остаешься. Теперь ты лишь безымянный лик, без голоса, без выражения. Твое покаяние подошло к концу. Ну, грустная концовка. Такая получается... Помните, там в самом начале игры было очень много вот этих вот конусных шлемов. Как это правильно назвать? В общем... Блин. Понятно, понятно. Но мне, по-моему, говорили, что это получается не истинная концовка. То есть есть... Именно истинная. Вот. На нее... Ну... Надо понимать, что делать, чтобы выйти. Так что... Когда я буду идти дальше и... Выполнять какие-то определенные действия. Посмотрим, как это все изменится. Но, наверное... Наверное... Как-то должно будет это для нашего персонажа чем-то завершиться. Более... Хотя бы менее грустным. Но от этой игры, на самом деле, не ожидаешь, что она хорошо закончится в любом случае. Честно. Как-то... Чтобы все от мучений избавились. Все перестали постоянно каяться и... Пытаться чего-то достичь. Постоянно страдать. Постоянно себя ранить. Постоянно как-то возвышаться за счет других и так далее. Да нет, конечно. Вообще, это такой ад. Где как будто ты свои грехи реально замаливаешь. Что-то вот... Данте даже отдало. Но... Не знаю точно. Очень интересно, что будет в других концовках. Пока, пожалуйста, о них не рассказывайте. Я буду читать, что на них надо сделать. И как их получать. Но я не буду читать, в чем заключаются, собственно, они. Сами по себе. Ну... Даже если проспойлерите, черт с ним. Вот. Сейчас, пожалуй, я займусь второй частью игры. Как раз она вышла. Точнее, не второй части, а второй игрой. Blast of Mons 2. Она же вышла. И я ее купила себе в стиме. И, собственно, я к ней очень сильно хочу приступить. И... Не знаю, параллельно с ней или после прохождения ее буду уже проходить дальше этот плейлист по первой части. И смотреть, что тут. Как бы она будет давать. Давайте, наверное, пропустим титры. Ну как, меня сейчас в конец выбросит или куда? О! Еще один ролик. Отлично. А, это меч. Наш, да? Тоже там где-то затерялся. Надежда остается. Блин, последний. Главном меню доступен новый облик. Открытый облик и истинное отступничество. Такой фиолетовый с красным. Прикольно выглядит, кстати. Красивенько. И главное меню, да? Открыт новый игровой режим. Интересно. Это вот где я сейчас играла священные скорби. Блин, надо будет об этом и по всем почитать, что это такое. Прикольно, конечно, когда вы ждали вторую часть, да? То есть вы в ожидании еще могли от этой игры получить кучу контента, кучу чего-то интересного, пройти, изучить. Она же ведь прям, как бы это сказать, она прям как-то с радостью вас приветствует и как-то старается, чтобы вы проникли всей этой атмосферой, всей этой красотой. Прекрасным пиксель-артом, как по мне, очень-очень красиво здесь сделаны. И враги, и локации, и сам персонаж, и анимации очень приятные. Конечно, к ним потихоньку привыкаешь, что, допустим, в том же Hollow Knight'е все очень быстро. Да, как-то вот прям быстро-быстро. В Interlilis мы играли, там вообще люто заторможено, как по мне, после Hollow Knight'а. Вот, а здесь и помедленнее, то есть ты как-то застреваешь в этих анимациях, но это напоминает скорее куда-то, может быть, даже в Dark Souls, потому что там тоже вот есть какие-то вот эти условности, но ты к этому привыкаешь. И, честно, меня тут даже особо не бесили шипы. И я как-то с ними более-менее потом в итоге подружилась. Ну, разве что, кроме, наверное, забегов у Мирием, но они, кстати, были очень бодрые. Я в итоге, наверное, резюмирую, что они мне понравились. Вот, и это было, может быть, не к месту, да. Я слышала мнение, что они немножко выбиваются из общей атмосферы. Ну, а как по мне, они очень неплохое такое разнообразие тоже вводили. Такой челлендж небольшой, который по большей части завязан, конечно, на том, как сильно косякнет игра в том часе помимо тебя. Потому что всякие бывали случаи, когда меня в воздухе убивали шипы, где их и не было. То есть они где-то там в полсантиметра были от моего тела. Ну, ладно. Окей, это все, в принципе, не страшно. Я рада, что я прошла Балсфемос. Хотя бы на эту концовку. Хотя бы на эту концовку. Надеюсь, что другие меня не разочаруют. Ну, откроют этот мир немножко с другой стороны. Потому что, представляете, пройти весь этот путь для того, чтобы меня просто вот стерли. Просто, просто стерли. И наш персонаж в итоге, ну, по сути, ничего для себя и не добился. Хотя, может быть, забвение, это тоже неплохая вещь, да, в этом мире. Что, наконец-то, твое мучение закончится. Хотя, хрен его знает, он все равно появится заново. Ну, кстати, не знаю, это он же или в этом мире нет. Ну, в общем, в общем, я рада, что я прошла. Вам огромное спасибо еще раз за советы, за поддержку на протяжении всей этой игры. И меня радует, что оно вызвало интерес на канале. Мне всегда приятно, когда мне что-то нравится очень. И оно нравится и вам. Есть всегда что обсудить. И поделиться своими какими-то эмоциями, впечатлениями. Все-таки очень красивая игра. Очень красивая стилистически. И очень красивая в ней вот эта боль. Очень... Как я уже говорила как-то в комментариях, что это то место, где ты никогда не хочешь оказаться. Но посмотреть на него со стороны достаточно приятно и красиво. Так, знаете, прекрасно, я бы даже сказала. Так что давайте, наверное, увидимся уже во второй части. Для тех, кто будет уже спустя какое-то время продолжать смотреть этот плейлист, мы увидимся с вами в следующем выпуске по этой игре. И он будет прям продолжаться в этом же плейлисте. Вот. Так что посмотрим, что нам даст и первая, и вторая часть дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, смотрите, заглядывайте еще в другие игры. И всем пока-пока. Спасибо большое вам. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok